Играет музыка Сейчас они вам будут рассказать все, о чем они Играет музыка Ставлюсь Мне будет дяденька Сначала надо, наверное, сделать небольшую ремарку Поскольку мы сейчас представляем лейбл Air Recordance Уже имея некоторое время таких выступлений Мы столкнулись с тем, что постоянно воспринимается Что это и Air Recordance, это Булат Или там вот те, кто сейчас выступает На самом деле это несколько человек Которые, в частности, здесь не присутствуют сейчас Вот, это в первую очередь и Булат Входил в Летиму Кадзоков, который непосредственно ездит в экспедиции И записывает весь материал, и занимается его изданием Также это жена Булатова, Милана Халилова Которая занимается визуальной стороной дела Она оформляет ревизы, делает обложки Она автор логотипа Также это я, человек, который занимается редактурой и корректурой и сексов Ну, в принципе, в текстуальном плане является автором И еще это разные люди, которые время от времени подключаются к проекту Как фотограф, как человек, который снимает видео, как человек, который переводит наши тексты на английский язык То есть нам приходится из опыта сделать такую ремарку, чтобы все понимали, что это не два человека Как это не один человек тянет на себе все это делать А это целая команда людей Ну и как это все начиналось, сейчас начинают расслабить Булат То есть, какие-либо говорили Верой, то есть предыдущие. Мы часто говорим о Реде с Булатой. Желаю, но не только он. Это тоже есть еще одна женщина, Кимур, его муж, Кяослава. То есть еще многие женщины, которые присутствуют и в этом году. И поэтому он любит его. Поэтому Булатой рассказывает, как он выясняет эту идею, Это инкроэвл, вы монтейли, сэрабэль. Здравствуйте. Для начала скажу, что вообще такое «Аред Рекорднесс». «Аред Рекорднесс» в самом начале мы определяли как лейбл, этнографический лейбл традиционной музыки Кавказа, России и мира. Как мы начали этот лейбл? То есть, его начали и я, и друг тянув Кадзока в оба изнащиках. Мы не профессиональные этнографы, мы не панкреалисты. На самом деле, мы пришли к традиционной музыке из сферы экспериментальной музыки. То есть, когда я был подростком, я причинял себя к практической закультуре. Позже мы использовали блок-метал, лоис. И мы с Тимуром искали хорошую локальную, экспериментальную и экстремальную музыку. Позже мы получили «Аред Рекорднесс» и «Аред Рекорднесс» и «Аред Рекорднесс» и «Аред Рекорднесс». они уходили в этот полклорий полклорий, в этом блок-метал, в музыке, которая очень близлежащит все это. И, путь-путь, с его мимой Тимур, они взрослых в эту музыку, и они интересовались все. Это огромное. Почему нам изначально не то, что не была интересна традиционная музыка, то, что мы раньше понимали по традиционной музыке, нам, можно сказать, это было противно. Я сейчас покажу, почему существует какое-то поверхностное понимание, что такое национальная музыка. И живя в Кабальдино-Балкарии, вообще на Кавказе, по традиционной музыке, нам сейчас поставлю пример. То есть, Булат, я хочу вам показать, что мы называем, что в Кабальдино-Балкарии, что-то в Кабальдино-Балкарии. А 성 Goku и Матер — это портые люди, в Кабальдино-Балкарии и пир ende чуцаласная музыка. А ты, лёжу, лёжу, нё, лёжу, нё, лёжу и нё, лёжу, нё, лёжу, нё, лёжу, нё, лёжу, нё. Что здесь, так с музыкой? Ну, самый плохой вариант. Ну, тут, кстати, с колонки некоторые звуки, которые используются в береге. Звук короче не оригинальный, но существует такая концепция, что традиционная музыка это что-то скучное, непонятное современному поколению, и чтобы пропагандировать родную культуру нужно эту традиционную музыку как-то улучшить, сделать понятную. В данном случае тут синтезаторный бит есть, тут, короче, посаженный синтезатор, а между тем она традиционная, можно сказать, что это такая как оберверсия. И нам, молодым людям, которые выросли на всякой экспериментальной музыке, это казалось, это обычная поп-музыка, которая всякий интерес к родной музыке отбивала. Но, ну, и мы искали, либо, ну, Тимур сам гитарист, самолучка, и у нас даже была идея записать альбом по мотивам книжки Алистера Кровали и делить на команду. Но это не получилось сделать, мы решили продюсировать локальную экспериментальную сцену, но такое мы тоже не нашли. Да. 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 также и на Кавказе. Вот. И вот это наслоение чужеродной, на мой взгляд, и, в принципе, на наш взгляд, потому что у нас общая позиция по этому вопросу, оболочки, обёртки, которые даже не в том, что она чужеродная, а в том, что она не нужна. То есть, на наш взгляд, эта музыка вполне самоценна и не нуждается в каких-то улучшайзерах. Итак, эта музыка, в конце концов, нет, и в принципе, что она не нужна в чём, не с украшем, для того, чтобы она не заходила, чтобы она не заходила, что она не заходила. Так, это, как и шанс, то, что мы хотим, чтобы это было, что это было на мунике, а с лето-мексовыми элементами, которые получат ее различные элементы, на помощь нам пришел Француз, вообще хочется сказать, что два нашего рейбора и вообще традиционной музыки на Кавказе в положительном смысле очень связаны с Францией. В какой-то период вместе с Тимуром мы познакомились в Майкопе с таким человеком, как Замеддин Бучев, основатель ансамбля адыгского юридичного певи, и мы услышали, что традиционная музыка, как тогда нам казалось, это как black metal, так же круто, но это наше родное, и вот если его не образовать, ну вот в принципе оно есть то, что мы искали. Когда мы начали интересоваться традиционной музыкой и современной инди-музыкой, я наткнулся на такого режиссера как Динцент Мун. Это француз, который ездит. Раньше он снимал инди-группы, типа The National, Arcarfire, Magwai, Siki Bros. на улицах Парижа, не на сцене, он выводил их, не знаю, в лифт, в поле, просто в кафе, и он снимал там. А после этого он начал искать музыку, которую не нужно выводить со сцены, которая и так находится на улице. И естественно он пришел к традиционной музыке, он начал путешествовать по миру и записывать фактверно. Ну вот, я думаю, что... и мастер-对ленов Беллии и Евгений Стро Хилабель и Wohnen, которые сотрудников французS и украинской аналии, и главный главный, кто играет победителей педагогов, и режисс французский Владимир Моун, который, везде, нам сделает видео видео в группе супер-секомодный, когда он переулкан в музыку больше традиционная и самолица, И когда я смотрел на ютубе на видео о фильме Виценко Муна, я всегда думал, как жаль, что у нас никто такого не снимет, и у нас. И тогда я в ВКонтакте нашел страницу, потому что девушка из Воронежа приглашает француза в Россию, и им можно вписать свой регион в его тюрьме. Оказалось, что Винсент в каких-то вещах он развлекает, и он развлекает то, что он делает свои регионы абсолютно бесплатно. То есть он не берет генетар. И я понял, что в принципе есть возможность делать то, о чем мы мечтали. Когда я его написал, оказывается, что Винсент мечтал поехать на Кавказ, особенно я его записывал в Чечне. И в 2012 году мы организовали в Турк-России, и я просто проводил два месяца, тогда еще не было никаких регионов, и вот с этого все началось. Винсент Мун, он начался на интернет. В начале, Булатт, который всегда любит Винсент, он всегда хотел бы иметь Винсент, он хотел бы иметь Винсент, или что Винсент, он хотел бы иметь Винсент в России. Винсент, он был в Москве, на юбиле, на юбиле, с юбиле, с юбилею, на юбиле Бурунин, он хотел бы иметь людей из некоторых регионов, для того чтобы иметь Винсент, который был в России. И Винсент, он хотел бы иметь в Москве, и в Турк-России, и в Турк-России. так что нужно найти условия для финансирования, нужно сделать его ввести. И так это был Булат. Он получил бурс, который позволяет Винценту ввести его ввести ввести с ним. Как вы? Ввести финансирование. В 2012. У меня есть серия «Ококарнет Русси». Ококарнет Русси, это называется серия «Ококарнет Русси». И, как мне кажется, один из самых эффектных, это не значит самый лучший, один из самых эффектных. Это фильм, который мы сняли в Чечне, серия «Окограмм джихад» с суфийскими ритуалами, зикрами в Чечне. Сейчас один из фильмов. Да, «Ококарнет Русси», «Ококарнет Русси», это по-прежнему 30 фильм, которые, в принципе, были более эффективны и более эффективны. В Чечне, мы увидим несколько пассажеров, «Ококарнет Русси», «Ококарнет Русси», «Ококарнет Русси». «Ококарнет Русси», «Ококарнет Русси», «Ококарнет Русси». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь мы видим такую выжимку, можно сказать, там, в основном монтаж, что, видимо, практически можно себя финально иметь, это монтаж, где не видно склей, и кажется, что вот всё вот так и было, и 8 минут мы вместе вот это всё с собой. И показать, что я начал говорить о традиционной музыке, и первым поставил религиозный угол. То есть очень странно, как эти две вещи вроде бы не сравниваются. И точно так же думают чеченцы. Когда мы говорили, что, вот, Винсент, например, я говорил, знаете, ваш зиккор похож на хороший рок-концерт, что, естественно, им не нравилось, они не воспринимают это как музыку. Но, несмотря на это, во время зиккора они исполняют старинку. Помимо арабского языка, то есть чеченский язык. И, как мы выяснили, это традиционные чеченские песни, которые не исполняют сейчас один, они остались только в религиозном языке. История, это где-то. у нас есть есть паркет, что мы были в BRD, в том числе, мы были разделены на языке традиционногое, мы были на настоящее YEAH ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ОТОНОЕ. это характерно для Чечни и так как Кавказ очень неодноровный неровный такой регион, в других регионах, в других республиках Северного Кавказа совсем другая специфика вот например сейчас я поставлю фрагмент фильма из Осетии, ансамбль Кона вообще в Осетии большая часть людей поведает правослами, другая часть ислама тот коллектив который мы сейчас смотрим, они ярые традиционалисты, то есть они возраждают с помощью музыки языческую традицию Осетии и мало того что они довольно-таки радикально относятся к православию и к исламу считают что религия уничтожает традиционную пути но это очень важно для Чечни то есть очень важный момент для Кавказа это большая регион и вот мы видим эту экспертацию Чечни и это действительно для Чечни то есть сейчас мы привезли в Осетии, в Осетии, в Осетии дунар, где все это подчинятleen, сначала часть самоизоляция и опять черн ranges и здесь конечно же есть clampы, undercover пришельfor, так поэтому platforms этоraumат дляaremя 체적икую рекордочных и complicтовية и resilience и чудесами то есть что традиционно. Субтитры подогнал «Симон» 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 девушки, которые будут петь музыку, ну, петь песни постратно исполнили, но такое, как бы, ну, в традиционной манере, мы пока не находим, хотя вот если обратиться к Капиво, к записи нефигатически, мы очень много. Если женщины петь в Коказе, то есть, да, но это зависит от того, как в случае в Киеве, то все, что касается традиционной музыки, они не находят сегодня женщины петь, даже если в архиве есть записи женщины петь в традиционной музыке. Ну, вот если брать другие регионы, сразу приду, как рекордится к нашему лейплу, вот у нас есть релизы, где чисто женское пение, это вот из Дагестана, и казачки, и камычки, и кальму, и дагестанец, и абхазские шамки. Сейчас поставлю. Это Дагестана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это идёт, в принципе, у нас от отрицания официальной науки от того, что как нам казалось, этнография и фольклористика — это очень скучно они изучают и препарируют предмет но… как к музыке к этому не относятся поэтому наш первый релиз — это, наверное, мой такой протест — Но в дальнейших экспедициях мы поняли, что то, что мы расставляем песни в другом порядке, при группе красивые ложечки, это практически то же самое, что расставлять синтезатор, все переделывая. То есть на самом деле, мы тоже, как и поп-музыка, которую мы все равно обнимается, мы поступали точно так же получается. В самом деле, эта первая история, эта идея диндит, рок-н-ролл, это было бы не протестатор, по поводу того, что это противоположная техническая 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 техническая. Но после Булат и Орегон-Кордина продолжают исследовать монтажи, чтобы они вернулись на то, что по-анскомуいて они вернулись, они поняли, что эта фензакция закончилась. И поэтому они вышли в хюмбл, они перейдут за все необходимые, которые они нравились, так как они были ежедневно, и они поняли, что эта периода, эта идея добровольной зоны... Ну и тут, наверное, нужно несколько вернуться к тому моменту, когда наш интерес обратился как раз-таки к традиционной музыке, помочь нам сформировать наши отношения к тому, как это надо делать. Помощь, точнее, в этом деле нам оказали, опять-таки, французские лейблы, занимающиеся записью и изданием традиционной музыки. Ну, в первую очередь, это, конечно, лейблотвора, достаточно известный с огромным архивом. Мне кажется, что только 600 пластинок уже вышло. Они примерно, если я не ошибаюсь, где-то с 50-х годов устраивают экспедиции, и их подход такой, что фиксируется конкретная ситуация музыкальная. То есть приезжает человек, он просто ставит микрофон, записывается музыка, и в том виде, в котором она была записана, то есть от и до она издается. Потому что многие виды традиционной музыки, они, ну, то есть, выражаясь языком, там, современных продюсеров, там, трек, допустим, может длиться, там, 45 минут или, там, 70 минут, что, в принципе, не укладывается в какое-то такое евроцентричное мышление. В частности, это, ну, это вообще достаточно большая проблема в деле издания традиционной музыки, потому что огромное количество релизов издаётся как некая нарезка сэмплеров. То есть, человек, который издаёт эту музыку, он нарезает, как ему кажется, наиболее сочные кусочки, и получаются там как бы такие стандартные треки, там, по 3-4 минутки, и это вроде как бы такая вот ассорти, которая ярко создаёт представление о том, что это собой являет. Но на самом деле, когда ты слушаешь полностью весь записанный ритуал, то это радикально меняет твоё отношение к тому, что происходит, и создаёт совершенно эту картину. Да? Окей, будем повернуть. Я прощу, я прощу, я прощу, я прощу, я прощу, я прощу. Как вы говорите? Апора. 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 Твое. Понятно. Итак, что создание, выставят треки для поех Attention. Продолжение фикций дорогих особый жильев, représentавSuper к тому же. Julой все продукты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, на традиционный уклад. Но при этом они за пеской слышат, что музыка достаточно значительно изменилась. И в частности поэтому... И в частности поэтому мы сосредоточились на том, что каждый раз мы просто фиксируем определенную ситуацию. Люди сидят за столом, происходит... Это может быть какой-то регул, или просто застолье. Они начинают леть, и мы фиксируем вот эту ситуацию, как она и должна быть естественно сидеть. То есть мы ничего не придумываем. Нужно сказать, что мы издаем не столько альбом, не столько наборы песен, сколько конкретную ситуацию записанную. И мы принципиально не используем никаких... Ну, не накладываем никаких эффектов. Единственная постобработка, которая выпускается, это там, ну, почистить какие-то шумы... Но... Это у... Да, у протеха это что-то в этом роде. Но такой, например, такой пример касательно того, что имеется в виду под ситуацией. То есть в одном из релизов там идет песня, и поет хор, и одна из бабушек сбивается, видимо забывает слова, и кто-то ей нашептывает, подсказывает. И это все осталось песней, потому что это вполне естественная ситуация, что человек забыл слова, там сбился, и это тоже важно для того, чтобы демонстрировать что это собой является, что собой является эта музыка. Например, как и пример. Поэтому, ну, то есть, в общем, вначале, они говорят, что они не продают песню, но, что они не компиляции из ситуации, и не повышают ли их вещи, и не отдают неживно, и они не осуществляют рцу, и правила зимой. И мы просто пришли в ситуацию, где они так и так были пели. Для нас, лучше всего это добиться в черкесской среде, потому что мы сами черкессы, и мы не являемся каким-то внешним элементом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это плохо сказывается на качестве звука, потому что люди не ждут пока мы в клубе, но в плане атмосферы это хорошо, сейчас я помню. Это не всегда лучше, но для атмосферы это хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Возвращаясь к Тичьме, когда они танцуют и тебе библирующий танк, они внутри, что-то самое, люди вообще-то преклонны. Как они это выдерживают, и смысл какой-то. Они что, в трансе какой-то попадают, или это какой-то лечебный сеанс. Как они выходят из этого состояния. Это психически очень сложно. Возвращаясь к Тичьме, это слово с арабского можно перевести как понимание. В данном случае это понимание Бога. И Зикре они устраивают на батаронах, на поминках. Иногда по случаю повода в арабию, иногда просто так. Потому что это богоугодное дело. По сути, да, они входят в транс. Но когда мы не спрашиваем, мы входим в транс, и нам нет этого транса. Транс – это объединение. Вообще суфизм – это наиболее мистическая, с какой-то с точки зрения, может быть, даже эзотерическая без исламы. И суть Зикра, с философскими категориями, то это выйти за пределы собственного «я» и соединиться с Всевышим. И если мы берем суфийскую традицию в Иране, в арабских странах, то суфии писали трактаты – это философы. А в Чечне – это все более народная территория, люди настолько неинфиксивны на трети. И когда я спрашивал, а почему, например, вот не на этом здесь не спорят барабаны, а на этом, ну, просто в ладоши в такой момент, ведь не знаю, наши предки так делали, мы поэтому тоже так делали. Как это все с чем-то заканчивается? То есть они просто останавливаются и все? Да, ну, вообще, они делают, если вы не три часа, то есть перерыва, они делают перерывы, просто разговаривают, и из того же франца они выходят вполне легко. То есть я не могу сказать, сам механизм, поэтому я не знаю, как это делать, но, несмотря на, ну, в какой-то случае зрения, это может даже угрожающим сторонним человеком весьма, весьма даже ускорять. Но на самом деле, как бы, потом спокойно люди с нами, друг с другом разговаривают, и тот вопрос, который, ну, с угрожающим этим моментом, его заметили еще в новейцинской фразской войне царских церок, и когда существа, они были абсолютно пацифистами, но все равно то, что они будут так собираться, что они не понимают, что они делают, они будут реакцией. Ну, это не так. Но они не думают, что они будут реакцией, что они будут реакцией. Дальше, это, это не так. Но они не думают, что они могут быть простынцем. Если они общались с тем, то, что они говорят, что они не могут быть простынцем, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть там какое-то количество песен И вот он спел И все дальше шло И так как я не подготовил на экспедиции что информация отвлекает Мне нечего спросить И очень муратская ситуация И этот опыт мы очень Мы можем не принимать какие-то принципы которым научное сообщество руководится ну или что он мне Ortega не готова к концу пинамича не прав. Donc, в принципе, в этом он отправился в экспедицию на Ревонталь и в этом он же с ним просто вопросу, что вы можете играть 10 песен? Это было только что они задавали. Несколько не было достаточно подготовленных людей, а люди не играли две песенки. Один или две, а потом они были задавали какие-то песенки. Так что он не знал, потому что он не был готов. И так он понял, с этим проектом и экспериментом, что нужно лучше подготовиться в экспедиции. И, особенно, что материал científico-производитель на некоторые сепульсии должен быть очень удобным. И по поводу естественности. Мы сказали, что достойно это самый идеальный вариант. Но когда мы приезжаем, допустим, к Дагестан, где нас никто не знает, то это всё равно исполнение под запись. То есть, мы ставим электрофон. И насколько естественна эта ситуация? Вот возникает вопрос. Мы считаем, что она естественна. Мы записываем то... Сейчас. Мы формируем в саму ситуацию то, что мы приближаемся к идеальному, то есть к такому состоянию, чтобы исполнитель пел не под диктофон. Но чтобы... Да, что здесь пишут? Но чтобы достигнуть этого, нужно сперва обычную рекортесию привести. То есть, как обычная студия. Вот мы видим... Видели в видео с Низгином, что стоит микрофон, он на фоне советских знамён. И, ну, понятно, что это как бы неестественная ситуация. Но эта неестественная ситуация привела нас к совершенно другому. И когда мы получаем, то мы, сколько мы решили, окинь разъединяем. Мы решили оформление. Мы решили от этого. У меня шин, как коментар, как формирует рэнформатор, когда мы называем шином, мы презентимировали все цели. Как мы решили… Единственные условия Добро пожаловать в школе! Это глаэрское кощение, очень на верховую пласть. Технические давления. Он почему-то выводит… Но это знак, это знак, что надо доказывать. Спасибо.